Здравствуйте! Позвольте мне коротко рассказать о том, что такое 20 сезон. Потому что многие мои слушатели, пациенты, студенты каждый раз спрашивают, о чем будет именно этот сезон и о чем, что будет нового. Во-первых, начну с того, что каждый сезон не похож на предыдущий. И каждый сезон затачивается под какую-то особенную историю. И ребята, которые приходят из сезона в сезон на занятия, они это очень хорошо отмечают, что один сезон хорошо, второй еще лучше, третий и так далее. То есть, если бы им не нравилось, наверное, они бы не приходили. Потому что они пришли для себя, что-то поняли, уяснили, получили, хотят еще. Это хорошо и не есть плохо. Потому что эмоциональный интеллект – это навык. Управление стрессоустойчивостью – это навык. Управление выбором своих реакций – это навык. Так вот, про 20 сезон. Он будет называться, как вы поняли, «Выбирай свою реакцию». Но помимо «Выбирай свою реакцию», мы будем вносить в наше занятие очень важные элементы эволюции, о котором я бы вам сейчас хотел рассказать. Ответьте мне на такой вопрос. Давайте так сделаем. Сначала общую программу, а потом вот эту самую главную историю. Значит, конечно, на сезоне будет основа выбора реакции. То есть вы знаете, что треномератические расстройства – это последствия эмоциональных расстройств или эмоциональных обреакций. Соответственно, вы должны, и мы с вами должны научиться выбирать свою реакцию. Нам кажется, она автоматической, но на самом деле между стимулом и реакцией, если это не безусловный рефлекс, можно научиться выбирать свою реакцию. Во-вторых, мы должны с вами осознать, каким образом именно ваше детство, именно ваши особенности – мама, папа, я – сложили определенные уязвимости, куда и попадают определенные обстоятельства жизни. Вовсе не должествования, не просто убеждения, а связанные с вашим расстройством и вашими реакциями. Потому что людей с убеждениями должествования, катастрофизации, перфекционизма – их очень много в мире, но эти люди не болеют невротическими расстройствами. Значит, дело не в убеждениях, а дело в определенных сверхценных потребностях. Это второе. Мы должны их выявить и разобрать. В-третьих, мы должны научиться принимать решения и решать внутренние противоречия между собственными тенденциями, чтобы не создавать внутренних конфликтов, уметь принимать решения, двигаться вперед. Ну и, соответственно, мы будем использовать техники когнитинопоеденческой терапии, техники гештальтерапии, техники транзактного анализа и еще дополнительные техники для того, чтобы принимать, отпускать и идти дальше. Конечно же, мы будем говорить много о хамоведении, кто был на этом курсе. Это наука приспосабливаться. Мы будем много говорить про то, как приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Смерти, мужья, эти самые измены, разводы, увольнения, расставания и так далее. Потому что главная эволюционная история – это приспособление. Неврозом заболевает тот человек, кто не может приспособиться к реальности, либо к изменившейся реальности. И вот тут есть два дифференциальных момента. Либо человек базово не приспособлен к реальности, он базово как-то интерпретируется, либо слишком тревожно, слишком опасно, либо слишком претензионно. Либо случились какие-то обстоятельства, в котором у него не развиты адаптивные приспособленческие механизмы эволюционные. У него есть только такой механизм, и этот механизм больше не работает. Это все 20 сезон. Но еще очень важная красная нить 20 сезона будет заключаться в следующем. Скажите мне, пожалуйста, по какому принципу яйцеклетка выбирает, какой сперматозоид ее оплодотворит? Как вам кажется? Подумайте. Наверняка ты сейчас сказал «наиболее шустрый» – это неправильно. «Наиболее активный» – неправильно. «С лучшими генами» – неправильно. Какой? Самый пассивный – нет. Самый здоровый – нет. Самый сильный – нет. Самый хитрый – тоже нет. Яйцеклетка выбирает сперматозоид по отличительному от себя генокоду. То есть, чем больше отличительный генокод от яйцеклетки, тем лучше. Почему? Так работает эволюция. Именно отличные друг от друга генокоды развивают наиболее лучшее потомство в будущем. И с течением времени синтез вот этих отличных генокодов и создает эволюционный процесс. А теперь внимание. Если вы поймете, как развивается физиология и природа, связанные с новым и отличным генокодом, то вам станет потихонечку понятно, почему все люди, достигшие успеха и результатов, они немного отличны от вас. Они отличны в поведении, они отличны в мышлении, они отличны в принятии решений, они отличны в уровне и качестве жизни, потому что они изначально делают отличные от вас данные. Так вот, вот об этом, о том, как взломать, скажем так, историю эволюции и как научиться выбирать по принципу приспособлений и отличных генов от себя, в данном случае не генов, а поведенческих когнитивных стереотипов, мы и поговорим. Потому что если вы будете действовать по-старому, если вы будете выбирать комфортное, старое, понятное, эволюции не будет. У вас будет понятная, вялотекущая, деградирующая, в лучшем случае вялотекущая история. Но если вы хотите прорыва, если вы хотите результатов не только в терапии неврозов и управлении эмоциями, эмоциональным интеллектом, но и в целом понять, как это развивается, вам нужно научиться быть отличным от большинства людей в когнитивном, поведенческом, философском и прочих смыслах. Добро пожаловать на 20 сезон. И не забудь, что у тех, кто подписан на телеграм-канал, большая 25-процентная скидка. Вы можете смотреть в копии, если не будете смотреть онлайн. Копии доступны либо на месяц, либо на три. Можешь выбрать свой тариф. Я жду тебя онлайн, чтобы задать свои вопросы. Мы выделили отдельное время на ответы на вопросы. У нас будут презентации. И, скорее всего, мы сделаем методички, чтобы у каждого ученика по истечении 20 сезона была методичка. Независимо от того, записывал он видео, делал ли он какие-то пометки в своих тетрадях, либо нет. Мы начинаем 1 числа, но чем раньше ты оплатишь, тем дешевле. Потому что у нас есть лесенка повышения цены. Спасибо. До встречи. 20 сезон действительно будет эволюционным. Ваш Алексей Крайсиков, Школа эмоционального интеллекта. До встречи. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...